Добрый день и добрый час! Мы начнём урок сейчас. Тихо детки сели, в тишине открыли двери. На уроке пусть сидит. Будет шумно – улетит. Здравствуйте, дорогие ребята! Меня зовут Ирина Николаевна, и сегодня с вами я проведу урок математики. Тема нашего урока – деление на трёхзначное число вида 1016 разделить на 127. Сегодня на уроке узнаем приём деления на трёхзначное число данного вида. Научимся выполнять деление на трёхзначное число по алгоритму и сможем применить свои вычислительные навыки в жизни. Давайте улыбнёмся друг другу. А я вам желаю удачи! Телё-урок Послушайте стихотворение. Кто полетел к планетам первой? Какой в апреле праздник раз в году? О космосе слагаются легенды. Герои-космонавты на виду. Им на земле спокойно не живётся. Их почему-то вечно тянет ввысь. Им звёзды покоряются, сдаются. На их погонам золотом зажглись. Как вы думаете, почему я предложила прослушать это стихотворение? Какой праздник отмечает наша страна в апреле? Верно. День космонавтики. Какого числа? 12 апреля. А кто был первым космонавтом Земли? Верно. Юрий Алексеевич Гагарин. Назовите дату первого полёта. 12 апреля 1961 года. Кто знает, сколько времени длился полёт Юрия Гагарина? Молодцы! 108 минут. А сколько это часов и минут? Это 1 час 48 минут. А вы хотели бы побывать в космосе? Какими качествами должен обладать космонавт? Правильно. Иметь выдержку. Быть смелым. Помогать друг другу. Сегодня мы с вами, конечно, совершим космический полёт. Но в космосе вам придётся работать, вести наблюдения и делать записи в бортовом журнале. Я предлагаю вам открыть ваши бортовые журналы, тетради и записать дату сегодняшнего полёта. Прежде чем мы полетим в космос, мы должны пройти курс подготовки на Земле. Космические полёты тесно связаны с математическими и точными расчётами. Математический диктант. На Луне все предметы становятся легче в 6 раз. Сколько весит камень на Земле, если на Луне он весит 3 килограмма? Первый искусственный спутник Земли весил 83 килограмма. Второй – 508 килограмм. Насколько килограммов второй спутник тяжелее первого? Температура Солнца снаружи – 3000 градусов, а внутри – в 5 раз больше. Какова температура Солнца внутри? Днём температура Луны – 120 градусов выше нуля, а температура Марса – 6 градусов выше нуля. Во сколько раз температура Луны выше температуры Марса? Масса космического корабля – 5000 килограмм. Сколько это тонн? Каждые сутки на земную атмосферу выпадает 9900 килограмм метеоритных веществ. Из них 4400 килограмм метеоров. Остальное – метеориты. Сколько килограмм метеоритов выпадает на земную атмосферу? Проверяем. Следующий этап подготовки – спуск на парашюте. Космонавты должны уметь делить на трёхзначное число вида 1016 разделить на 127. Следует рассмотреть отдельно особый случай деления, когда при первой пробе получается число 10. В частном – одна цифра. Приём округления, как и приём замены делителя на ближайшее разрядное число, даёт в качестве делителя число 100. Первая пробная цифра частного в этом случае получается 10. Но число 10 содержит две цифры, поэтому оно не подходит. Пробуем в качестве цифры частного 9. Проверяем. 127 умножить на 9 равно 1143. 1143 больше, чем 1016. Значит, цифра 9 не подходит. Пробуем 8. 127 умножить на 8 – 1016. Значит, 1016 разделить на 127 равно 8. При делении на двух- и трёхзначное число, в случаях, когда в частном получается не одна цифра, проще ориентироваться при подборе пробной цифры частного на первые цифры делимого и делителя. Давайте с вами вспомним алгоритм деления. Найти первое неполное делимое. Определить количество цифр в частном. Округлить делитель. Сделать подбор числа в разряде частного. Перемножить число в частном и делитель. Записать результат к неполному делимому. Найти остаток. Ребята, рассмотрим на примере. 8184 разделить на 341. Первое неполное делимое – 818 десятков. Значит, в частном будет две цифры. Десятки и единицы. Первая цифра делимого – 8. Первая цифра делителя – 3. Делим 8 на 3. Можно взять по 2. Проверяем первую пробную цифру частного. 341 умножить на 2. Получается 682. Находим остаток. 818 минус 682 – 136. 136 меньше 341. Значит, цифра 2 подходит. Второе неполное делимое – 1364. Первая цифра 1, но она на 3 не разделится. Значит, делим 13 на 3. Можно взять по 4. Проверяем вторую пробную цифру частного. 341 умножаем на 4. 1 тысяча 364. Значит, 4 подходит. Деление закончено. Ответ 24. Ну что же, курс подготовки мы прошли успешно. Молодцы! Пора отдохнуть. Выдох, вдох, внимание. Начинаем приседания. Раз, два, три, четыре. А теперь вперед нагнуться и носка рукой коснуться. И еще разок нагнуться и носка еще коснуться. Потянуться назад, прогнуться. А сейчас мы с вами, дети, улетаем на ракете. Все присели, подпрыгнули, взлет, и наша ракета помчалась вперед. Внимание! Нам навстречу несется метеорит. Чтобы избежать столкновения, нужно найти значение выражения самостоятельно. Проверяем порядок действия. Первое действие. Сложение в скобочках. 29 876. Второе действие. Вычитание в скобочках. 308. Третье действие. Деление на 308. 97. Молодцы! Вот нам настала пора возвращаться. Готовим наш корабль к возвращению на Землю. Для этого подведем итог нашего урока. Сегодня на уроке мы с вами узнали прием деления на трехзначное число вида 1016 разделить на 127. Научились выполнять деления на трехзначное число по алгоритму. И теперь можем применить свои вычислительные навыки в жизни. Молодцы! Вы справились с этим заданием всех с благополучным приземлением. Если вы почувствовали себя сегодня на уроке космонавтом, у вас все получалось, то нарисуйте на полях улыбающийся смайлик. Если не все удавалось, то серьезные. Если все, что мы делали на уроке, вызвало у вас большие затруднения, нарисуйте грустный смайлик. Наше путешествие закончилось. Я говорю вам спасибо, до свидания, до новых встреч!